можете себе представить мне сейчас придется перебрать полторы тысячи монет номиналом 1 рубль по разновидностям все погнали и мы начинаем этот обзор с 1997 года санкт-петербургского нет двора 1 рубль номинал да друзья это будет большой обзор большой перебор мне удалось выловить здесь 36 монет из полутора тысяч да друзья я перебирал мешок на пол три тысячи монет первое что я хочу отметить друзья я хочу исправиться в прошлом видео про 2 рубля статистика я оговорился когда сказал что 2 рубля были выполнены из меди покрытой мельхиором черт меня дернул за язык последовать за редакционной ошибкой в каталоге сейчас поясню на самом деле 5 рублей выполнены из меди покрыты мельхиором это у нас материал сплавной зильбер и рубль тоже материал сплавной зильбер сплавной зильбер это тоже 2 рубля сплавной зильбер а это медь покрытой мельхиором бывает у двух рублей до 2009 года сталь покрывается мельхиором но это очень редкий брак который не попадается вообще вот смотрим это у нас каталог за 2019 год и здесь вот 2 рубля до 2009 это медь плакированная мельхиором это редакционная ошибка и тоже черт меня дернул взять повторить это ошибку и вот каталог за 2015 год вот он 2015 год тот же самый конрос здесь правильно уже медно никелево цинковый сплав да это есть но зильбер материал вот так же самое как и рубль материалной зильбер сплавной зильбер да все поэтому запоминайте моих ошибок не повторяйте поехали дальше итак вот техническая информация на вашем экране материал это но зильбер медно-никлеоцинковый сплав масса 325 грамма диаметр 20 миллиметров небольшим толщина полтора миллиметра и гурт здесь рубчатый полностью рубчатый здесь 110 рифление у всех здесь конечно сохранность так себе very fine и ниже very fine и ниже и хуже и хуже что я хочу сказать по поводу цены говорят конечно что в таком состоянии цена монеты номинал но принципе я не совсем соглашусь потому что в принципе правильно с одной стороны говорят но цена металла здесь только на 2 рубля поэтому монета минимум стоит 2 рубля но у вас коллекционеры их не купят то есть бракованные монеты банки изымают и передают монетный двор там и переплавляет и дальше используют так что касается у нас разновидности штемпель аверс у нас один вот он он без изменений с монограммы санкт-петербургский монетный двор без изменений у реверса две разновидности это а сейчас вы видите на ваших экранах разновидности штемпель 1.11 и 1.13 основное отличие это когда буква б изогнута и буква б прямая вот этих монет где буква б изогнута немножко меньше смотрим мне попалось и 7 штук 1.13 и штемпель 1.11 29 монет попалось в принципе они обе рядовые тут смотреть короче год скучно что тут сказать крутые тут все одинаковое 110 рифлений на каждом по разновидностям я их не перебираю вот так нормально 1 рубль 97 год санкт-петербург все дальше поехали итак поехали 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 московский монетный двор 97 год да я здесь выловил 54 монеты из полутора тысяч полутора тысяч принципе это монет немало это немало по сравнению с прошлыми годами их не уменьшилось значит самое интересное что привлекает чем привлекает этот год что московского монетного двора есть разновидность широкий кант у меня конечно обычно это не широкий мне она не попалась как удивительно смотрим разновидности у нас две разновидности аверса есть у рубля 97 года ммд двора и две разновидности реверса у нас существует ладно вывожу на экраны маркировку известно по каталогу сташки на две разновидности это штемпель 1.12 а и 1.2 б у меня все 54 монеты вот эти это штемпель 1.12 а к сожалению широким кантом я никогда не вылавливал в обороте я слежу за российской нумизматикой с 2013 года я ни разу не видел в обороте не вылавливал широкий кант все технические характеристики такие же самые абсолютно давайте мы посмотрим быстро гурт вот гурт 97 год московский монетный двор 110 рифлений здесь потихонечку переходим дальше и мы продолжаем с 1 рубля 98 года санкт-петербург отлично вот я поймал значит 36 монет из полутора тысяч в принципе это маловато мне кажется это мало и наверное это меньше чем позапрошлые годы есть вот нормальные попадаются у нас значит по поводу разновидности значит на аверс у нас один вот он треверса у нас два и видимое отличие это вот эта буква b имеет либо изогнутую изогнутый вид буквы b либо прямой маркировку разновидности выйти на экранах вот это у нас две разновидности всего они повторяются с прошлого года это штемпель 111 и штемпель 113 чуть-чуть пореже штемпель 113 их попалось мне 13 монет а этих побольше 1123 штуки сейчас я вам скажу какая из них какая вот у этой монеты буква b изогнутая это штемпель 113 все но их тоже их тоже много то есть не мог нельзя считать что это такая не часто разновидность вот гурт у нас рифленый 110 рифлений куртильный аппарат из года в год не меняли один и тот же все дальше по порядку мы продолжаем 98 год московский монетный двор товарищи я перебирал полторы тысячи монет и мне здесь попалось всего 9 всего 41 монета как ни странно вот такая даже попадается сохранить из xf это xf класса хран такие можно откладывать вот такие стоят денег рублей может быть 40 потянет не знаю технические характеристика не стандартно такие же как и в прошлом году так материал на зильбер и так далее этот год интересен тем что у него есть широкий кант разновидность но всего разновидности три штемпель 112 а штемпель 1 и 3 а и штемпель 112 b это не часто мне попалось все монеты штемпель 112 а 41 это все они даже не часто не попалось про широкий кант я уже конечно не мечтаю вот еще более-менее кто-то облапал правда более-менее светится остатки блеска есть так ну что вам сказать монет принципе много это они не уменьшились по сравнению с предыдущими годами как я сказал эта монета интересует только из-за широкого канта остальные разновидности никому не интересно давайте посмотрим быстро гурты здесь брака нету вот 98 год московский монетный двор все это гурты 1 рубля все продолжаем рассматривать интересный год 99 санкт-петербург да как вы увидели уже всего одна монета вот она единственная неповторимая так сказать да то есть еще раз одна монета на полторы тысячи перебранных из мешка прошлые годы я то находил то не находил вот значит технические характеристики у нее такие же как и в прошлых годах то есть стандартные год немножко необычен тем что это последний год столетия в этом году первый президент россии ельцин сложил полномочия но этих монет санкт-петербурга 99 мало то есть их реально мало давайте зайдем в интернет посмотрим вот чувак какой лот интересный выставил он продает сразу 1000 штук за 10 тысяч рублей то есть он предлагает минимальный опт 10 рублей монета ну в принципе стоит на это как бы ориентироваться то есть на эту оптовую цену да это либо человек работает где-то в банке либо он работает с кассовыми пиратами также в этом году кроме регулярного чекана были выпущены монеты с Пушкиным то есть это памятная монета 200 лет со дня рождения Александра Сергеевича по-моему их было обеих монетных дворов 10 миллионов все давайте быстро гурт посмотрим убедимся что он рубчатый рифленый по-другому здесь 110 рифленый пойдем дальше друзья мы продолжаем 99 год московский монетный двор как мы видим по количеству 4 монеты всего я выловил из полутора тысяч которые в мешке были всего 4 монеты это означает как мы видим монета не частая относительно не частая там или будет и на силу один бог знает что я могу сказать по разновидностям у этой монеты всего одна разновидность это штемпель 1.12 все если вы видите такую монету в XF можно отложить если вы рефайн кидаете в оборот овчинка не стоит выделки встречаемость этих монет в обороте в прошлом или позапрошлом году я перебирал я не одну не нашел московского монетного двора а сейчас 4 нашел то есть это говорит о какой-то грубой погрешности вот настолько она бывает разная они в обороте есть я не думаю что можно за ними гоняться чтобы они начали расти в цене нужно чтобы лет 10 прошло давайте быстро гурт посмотрим браков наверное нету бедные несчастные 4 монеты 99 год Москва да рубль штемпель у нас без разновидности это 1.12 все больше ничего нету 110 рифлений все что могу сказать следующий год у нас идет 2000 в 2000 году тиража не было 1 рубля это был в принципе переломный год потому что в 2000 году состоялись президентские выборы пока вертикаль власти не была установлена в стране не было еще никакого курса развития я могу сказать слову что доллар стоил тогда 28 рублей другие крупные номиналы тоже не чеканились ни 2 рубля ни 5 рублей в 2000 году единственное 10 копеек чеканились 5 и 1 копейка чекани все тогда еще бюджет не был слишком таким большим как сейчас но что еще хотел бы сказать монетный двор Санкт-Петербург изготовил я не знаю когда в свой год не в свой год штемпельную пару и скорее всего выпустил несколько пробных монет вот одна из них не знаю каким-то чудом сохранилась я них только недавно услышал наверное находится в каких-то частных коллекциях вот это одна или две все туда скорее всего монета здесь не проходил огурчение и также не полировалась это в обороте точно нет она не могла попасть поэтому не сказать даже нечего по этому поводу поэтому я думаю можно дальше перейти и далее мы рассмотрим одерумель 2001 года московского монетного двора то есть к сожалению для нумизматов в этом году регулярного чекана не было но санкт-петербургский монетный двор очеканил памятную монету 10 лет СНГ он был создан после развала Советского Союза материал у нас тот же Ной Зильбер когда-то в обращении я ее может быть видел но не помню чтобы я ее вылавливал в первые годы она была но потом уже не было продолжаем московский монетный двор скорее всего выпустил по заказу нумизматов для какой-то частной коллекции пробную партию вот этот рубль если на него внимательно посмотреть то он не был в обороте нет также следов пребывания в мешке естественно такая монета в оборот не попадала в каталоге Конрос вот в этом есть упоминание об этой монетке вот даже видно 1 рубль с пометкой R 2001 года это московский монетный двор то есть у каких-то бандитов в частных коллекциях эта монета есть я еще в двух словах скажу что в 2001 году чеканились только номинала 50 копеек 10, 5 и 1 копейка дальше переходим 2002 год 1 рубль в этом году чеканились монеты только для набора и причем наборы были выпущены на обеих монетных дворах в этом году немного сменился дизайн аверса у одного рубля кстати у остальных крупных номиналов тоже если вкратце то надпись банк россии и надпись 1 рубль просто поменяли местами значит сам набор он можно приобрести в пределах 25 тысяч рублей он находится в свободной продаже в интернете тираж у этих наборов составлял 15 тысяч экземпляров браков тоже нету единственное так же можно встретить в продаже заслабированной монеты то есть заслабированная 1 рубль он есть в принципе все можно дальше приходить далее 2003 год Москва в этом году тиража не было вообще то есть тираж не был утвержден официально однако штемпельную пару московский двор он все равно изготовил и он скорее всего испытывал какую-то партию об этом нам говорит вот эта сохранившаяся монета сохранившийся брак я бы даже сказал но видно что это полированный чекан то есть это пруф лайк или как хотите называйте то есть в обороте их естественно не стоит искать их нету и вот даже если посмотреть только есть 2003 год Санкт-Петербург дальше идет 2005 вот они все больше нету даже строки на них нет естественно тиража не было вообще и далее у нас по обзору 1 рубль 2003 года Санкт-Петербург значит что касается 1 рубля банком было заказано сувенирные буклеты то есть годовые наборы в 2003 году в Петербурге на их дворе монетам были изготовлены даже буклеты но наборы так и не были выпущены потому что банк у него были свои причины он затребовал монеты для обращения поэтому монеты номиналом 1, 2, 5 рублей они попали в обращение и считаются они редкими потому что у них всего там тираж по 15 тысяч экземпляров найти в обороте нереально лучше купить и все так же бывает из наборов изымают и отправляют на слабирование эти монеты то есть они есть даже в слабых можно купить в свободной продаже есть и наборы и слабые так ладно мы переходим дальше 2005 год у нас на очереди 1 рубль Санкт-Петербург вот небольшое количество значит из этой кучки мне удалось выловить 18 монет из полутора тысяч так давайте поищем хотя бы XF сохран чтобы рассмотреть Санкт-Петербург 1 рубль имеет у нас следующую техническую информацию реверс 1 у них а вот аберта у этой монеты аж 4 сейчас я выведу все на экран вот так выглядит реверс известно 4 разновидности штемпель 1.13 А 1.13 Б В и Г регулярного чекана это штемпель А Б это редкое В нечастая Г это тоже редкое либо очень редкое основные различия которые отличают штемпель А от остальных Б, В и Г это нужно смотреть сразу на нужно обратить внимание на вот эту точку и прилегающие к ней полосочки то есть они либо касаются точки либо точки не касаются вообще то есть если это штемпель А она не касается вообще у штемпеля А и Б вот эта точка не касается этих линий а у штемпеля В и Г она они почти с точкой сливаются это и есть основное отличие я перебрал на разновидности к сожалению я нашел все монеты штемпеля 1.13А все 18 я считаю что откладывать стоит только потому что много разновидностей то есть у вас есть большой шанс выловить редкую или нечастую давайте браков смотреть не будем но давайте посмотрим просто гурт чуть-чуть некоторое отличается где-то лучше прорезан гурт где-то хуже вот он 1 рубль это Санкт-Петербург быстренько идем дальше 1 рубль 2005 года московский монетный двор не знаю почему так мало но в принципе это не очень много мне попалось из полутора тысяч 31 монета ну в принципе по-моему это больше чем в предыдущие годы это считается на тот момент на тот год на тот бюджет немножко много реверс реверс у нас только один штамп без разновидностей все вот он так выглядит более-менее хорошего качества а вот разновидности реверс аверса точнее этих разновидностей 5 или 6 то есть есть оспариваемые моменты даже мне не очень так нравится градация некоторых двух разновидностей я бы их не различал но ладно неважно самая первая основная это штемпель 1-12а вот если честно вот они мне все попались это штемпель 1-12а так для начала посмотрим какие существуют разновидности штемпель 1-12 B1 B2 B3 и В регулярного чекана только 1-12а все остальные не частые считаются я ни одной из них не нашел хотя там такие незначительные разновидности то есть мучатся и мучатся я бы так сказал проще купить если кто-то захочет в интернете и все самое видное отличие вот эта точка она не касается вот этих линий это и есть как бы основное заметное отличие в штемпеле 1-12а от остальных B1 B2 B3 В ну так же здесь монограмма ММД она тоже чуть-чуть расположена по-другому расположена я уже объяснил что все 31 монета все одного штемпера остальные не попались все по нулям давайте быстро гурт посмотрим быстро или медленно не знаю поближе и побольше гурт 2005 года московского монетного двора 1 рубль мне удалось выловить 24 монеты из полутора тысяч в принципе анализирую это чуть-чуть меньше чем в предыдущих годах давайте сейчас отберем нормальную значит техническая информация первое техническая информация у нас в принципе без изменений это но и зильбер материал и так далее и так далее патина покрылась вместе с грязью вот эта монета видно и патина и грязь так чуть в принципе если смотреть на качество то чекан тех лет Питера был хороший он более-менее четкий браков мало прям видно что я хочу сказать разновидности аверсов у нас нету только одна это вот эта разновидности реверса у нас 2 а у меня в руках штемпель 2 по перебору я нашел штемпель 1.13 всего одну монету вот она отложена у меня и 23 монеты штемпеля 2 к сожалению вот такая вот градация такая вот погрешность хотя в каталоге шташкина это эти две монеты нерегулярного чекана давайте сравним в чем разница в чем видимое отличие вот эта единица вот эта вот единица она массивная это прям сразу видно ну и шрифт по-моему тоже он массивный а у обычного мы сейчас необычное рассматриваем у обычного единица здесь плоская вот плоская в каталоге с ташками указано что это эти монеты регулярного чекана но если мне попалась одна со штемпелем 1.13 в принципе в перспективе ее можно записывать как нечастую ладно что у нас с гуртами быстрые гурты посмотрим вот гурты 2006 год Санкт-Петербург все вопросов я надеюсь ни у кого нет продолжаем дальше 1 рубль 2006 Москва все мне попалось в принципе тоже мало монет мне удалось выловить 25 монет из полутора тысяч так так на сегодня нам известно две разновидности штемпеля это штемпель 1.12 и штемпель 3.11 хотя эти обе разновидности считаются регулярного чекана я нашел все 25 монет только штемпель 1.12 все вот это разновидность аверса вот он аверс разновидности не имеет а вот разновидность реверса у нас 2 я вам могу показать только этот то что вы видите это штемпель 1.12 штемпель 3.11 мне не попалось к сожалению там основные отличия только большая единица или маленькая просто в подробности не всегда вдаюсь давайте гурт быстро спереди еще много работы 1 рубль гурт 2006 год московский монетный двор кому надо смотрите разновидности гурта так чуть-чуть разные есть ну что мы потихонечку продолжаем дальше 2007 год Питер вот она небольшая наша кучка как мы видим здесь не так много монет ой-ой-ой из полутора тысяч мне удалось выловить всего 20 экземпляров все давайте возьмем более-менее нормального чекана техническая информация выйдя на своих экранах она в принципе повторяется и в прошлом году была такая же следующим будет такая же это одной зильбер материал такой сплав по поводу разновидности разновидность у нас аверса одна это вот этот штемпель да а разновидности реверсов у нас два вот таких два разновидности реверса у нас есть значит известно на сегодня штемпель 3.21 и штемпель 2 в принципе это обе монеты считаются регулярного чекана но поскольку я уже перебрал я знаю пропорции штемпеля 3.21 18 монет а штемпеля 2 всего 2 штуки вот они я их отложил сейчас мы берем скотч обратите внимание на орнамент который слева вот он в одном в одном в одном случае тот который поближе хвостик сливается с листиком да а во втором случае эти два листика они разъединены то есть в общем разницу видно и по-моему также видно разницу а нет я думаю это разница в толщине не единицы нет они одинаковые тот который поближе ко мне это реже встречается две штуки в перспективе я все-таки думаю она будет не частой хорошо давайте посмотрим быстро гурт рассмотреть стоит его вот это гурт 2007 года Санкт-Петербург все все он у нас рубчатый 110 рифлений так мы постепенно переходим дальше у нас на обзоре 2007 год ой 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 Москва вот она наша Москва это много уже это слишком большой тираж я не знаю с чем связано ну я могу догадываться во-первых в 2007 году изменился бюджет то есть об обслуживании страны стало еще дороже второй момент скорее всего себестоимость чеканки немножко выросла а нужно получить от нее профит выгоду от этих чеканок поэтому монет стало больше в 2006 году газета известия опубликовала что себестоимость чеканки 1 рубля составляет 57 копеек с небольшим но это Москва в Москве всегда больше чеканили чем в Питере упор делали именно на эти монеты значит мне удалось выловить здесь 99 монет из полутора тысяч это много это в принципе много даже на 2007 год материалной зильбер его не жалели его было много что еще могу сказать давайте возьмем самую хорошую такую которая светлая которая светлое будущее разновидность адреса у нас одна это вот это а вот разновидности реверсов у нас три у меня не редко я говорю сразу у меня обычно регулярно чекана и так известно штемпель 1.12 3.11 и штемпель 3.12 вот эти штемпеля 3.11 и 3.12 они очень между собой похожи то есть незначительные имеют различия я их почти не мог различить что мне здесь попалось я перебрал штемпель 1.12 мне не попалось вообще это редкая монета это вот этот штемпель все 3.1 с какой какой из них 3.11 или 3.12 я не знаю там слишком мелкие различия их невозможно при помощи вот этой лупы вот этой лупы увидеть разницу там едва она заметна попадается очень хорошим в мешком состоянии вот реально очень хорошее состояние about uncirculated либо uncirculated ну это очень хорошее состояние здесь их несколько буквально три монеты точно есть 2007 года но их много я не знаю кто их выбросил в оборот я наверное брак поворот не буду смотреть потому что за последние 10 лет их уже перерыли сто раз сразу гуртам перейду 2007 года московская монета на двора 1 рубль разного качества возможно есть у них разновидность этих гуртов так друзья идем дальше 2008 год у нас дальше на обзоры санкт-петербургский монетный двор что-то мало в питер всегда меньше чеканил чем москва так сколько здесь из полутора тысяч монет я выловил 19 штук это реально мало в принципе тираж ниже среднего считается этот год ничем не примечателен он не интересен по сути потому что здесь всего одна разновидность разновидность аверса одна всего и разновидность реверса тоже всего одна давайте посмотрим вот 2008 санкт-петербург аверс обязательно нужен обзор реверс все иногда попадается в хорошем состоянии xf плюс это где-то xf хороший xf есть хороший verify но потертый это еще намного меньше чем в 2016 году я перебирал это все штемпель 3.21 давайте в пати не найдем техническая характеристика у нее обычная стандартная но и зильбер материал вес чуть больше 3 граммов и так далее да друзья год скучный в принципе еще рано ее откладывать даже если одноразновидность сейчас мы быстро посмотрим гурт 2008 год санкт-петербург 1 рубль вот такое качество гурчини раз два раз два все еще рассмотрим один год следующий в принципе скучный 2008 московская монетная 2 в принципе это большой тираж даже на то время на те бюджеты российские это в принципе большое в общем начеканили с размахом прямо вызов времени да из полутора тысяч монет перебранных в мешке я выловил здесь 82 монеты этого года этого двора 82 здесь всего одна разновидность это штемпель 312 одна разновидность аверса и 1 давайте есть хорошая кстати реально хорошая это штемпель у нас реверса 2008 вот так он выглядит всего одна разновидность и вот это аверс вот так он выглядит 82 монеты в полутора тысяч это много ну технические характеристики давайте быстро прогоним все повторяется да 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 поворот искать не искать наверное повылавливаем возьмем хорошего качества чтобы гурты посмотреть 1 рубль 2008 год Москва разное качество я вижу ну не почти все одинаковые пришло время теперь поговорить про интересный год это 2009 Санкт-Петербург внимание монета магнитная вот она одна единственная несчастная неповторимая не знаю сперва друзья если вас интересуют обзоры на другие номиналы сейчас выйдет ссылка в описании сверху вы можете перейти по ней посмотреть погодовку других номиналов и мы продолжаем из полутора тысяч мне удалось выловить всего одну монету да я могу сказать что мне повезло потому что могло и не повезти в прошлые годы когда я перебирал я не нашел ни одной ну я мешок перебирал же перебирал позапрошлый может быть одну нашел вот сейчас одну нашел давайте поближе что неплохо выглядит мой комментарий следующий этот год стоит откладывать потому что у такой монеты три разновидности реверса и пять разновидностей аверса вот они на ваших экранах у меня штемпель в руках 3 21 в монета считается нечастной и это хорошо что монета считается нечастой вот можно поближе рассмотреть все и стоит она 10 рублей в принципе мало но по поводу технических характеристик это сталь покрытая никелем эта монета весит 3 грамма ровно 3 грамма а из зильбера весила 325 и то есть она чуть полегше вот можно гурт посмотреть может быть чуть-чуть тоньше хотя нет она не особо тонкая вот поворот раз его нету здесь его нету профессионально посмотрим гурт вот он гурт сейчас приблизим еще приблизим приблизим вот гурт вот так выглядит 2009 Санкт-Петербург магнитная ну что ж мы продолжаем 1 рубль Санкт-Петербург 2009 год монета не магнитная внимание это Ной Зильбер сплавка вот обратите внимание здесь всего 8 монет всего 8 да это немного в общем тираж тут небольшой это сразу можно сказать что это маловато да то есть это 8 монет из полутора тысяч а какие здесь есть разновидности всего разновидностей аверса 3 и разновидности реверса тоже 3 и все в комбинациях у нас у нас есть редкие не частые регулярные чеканы их много однако мне попалось тут правда не с небольшой погрешностью но то 321 В 2 штуки 2 монеты 322 В 2 монеты тоже 321 А 2 монеты и 322 А тоже 2 монеты то есть редких не попалось не частых не попалось говорю сразу вот такая вот ситуация так ну технические характеристики у нее старые старые сейчас я выведу на экран быстренько чтобы было удобно технические характеристики я вывожу на экран вот материал мой зильбер значит вес как обычно тот же 325 грамма и так далее и так далее значит гурты сейчас посмотрим быстро брак и повороты не буду смотреть их нету просто сейчас быстро гурты и мы дальше перейдем это гурты 2009 года Санкт-Петербург не магнитная монета не подтягивается магнитом материал мой зильбер мы переходим к следующему интересному году 2009 московский монетный двор и так монета магнитная вот здесь конечно немного монет но здесь в принципе много разновидностей потому что в этом году этот год оказался очень богат на разновидности сам 2009 оказался после кризисным годом то есть это болезненный был переход с немагнитной сной зильбера 1 рубля на магнитную поэтому много разновидностей очень много штемпельных пар просто раскалывалось и так из полутора тысяч я здесь выловил 25 монет да мне удалось выловить немного но самое интересное что здесь 13 разновидностей это считается много я нашел все разновидности реверса их а б в г д то есть их 5 реверса и не все разновидности аверса сейчас будем разбирать под лучами солнца разновидности реверсов известно 4 так а разновидности аверсов известно 5 вот аверс их 5 штук монета магнитная я говорю вот монета магнитная думаю все прекрасно видно мне было тяжело реально перебрать я использовал этот мини микроскоп и рассматриваю детали рисунка так я смог найти как редкий так и не частый потому что не так много людей которые занимаются отбором разновидностей из оборота и для меня кое-какая ясная стала статистика сейчас я ее подведу и так штемпель 33а одна монета нашлась далее 342а одна монета это редкая у меня она попалась потому что мало кто еще раз говорю мало кто их вылавливает в обороте высматривает и штемпель 312а 4 монеты дальше 312b одна монета попалась все больше никаких разновидностей не попадались 3 и 3v 16 монет 33d одна монета 33g одна монета больше остальных не попадалось все остальные по нулям так что такая интересная статистика я думаю в любом случае стоит откладывать эту монету и потом вы разберетесь сами какая из них обычная какую кинуть в оборот какую отложить так это была магнитная сейчас переходим дальше а сейчас гурт посмотрим быстро я озвучиваю это гурт 2009 год московский монетный двор магнитная все снимаем дальше так я думаю мы можем продолжать и так 1 рубль московский монетный двор внимание монета не магнитная это полутора тысяч это в принципе много монет а не магнитная еще раз говорю но и зильбер материал еще тот в этом году кстати сплав уже поменяли нам известно нам известно 4 вида аверса и 2 вида реверса вот таких разновидностей реверсов 2 а аверсов у нас 4 вида а б и г всего 7 разновидностей я вывожу их на экран для вас штемпель 312 в 2 монеты попалась 312 б 20 штук попалась 312 а 0 монет г тоже 0 дальше разновидность 33 а 0 монет 33 б 26 монет больше всего этого штемпеля попалась и все тоже 33 г тоже 0 все так технические характеристики вот вы видите на экранах быстро эта монета выполнена из плава 0 зильбер я бы хотел объяснить чем разница между 3 и 3 и 3 312 легче всего увидеть по этому завитку если вот эти вот этим двум лепесточками если они друг к другу примыкают это одна разновидность если они отдалены но сливаются с кантом друг от друга это другая разновидность а дальше у нас есть 4 разновидности аверса в чем их отличие давайте взглянем на вот эту точку и линии к ней которые приближаются если точка большая то это разновидность аверса а и б если точка маленькая это разновидность аверса в и но у нас еще есть расположение монограммы монетного двора если это штемпель а то монограмма приближена к лапе если штемпель б чуть-чуть отдалена если г и д они обе отдалены но одна из них сдвинута немножко так давайте быстро гурт вот это у нас гурт 2009 года Москва монета не магнитная то есть но и зильбер я думаю можем продолжить 2010 год санкт-петербург конечно монета магнитная естественно давайте наш рубль посмотрим конечно сталь покрыта никелем естественно вот из полутора тысяч я всего выловил одну монету да и считается она среди нас нумизматов относительно нечастой никакой не редкой не нечастой а относительно нечастой другое дело разновидности сейчас мы их разберем чуть-чуть приближем вот наша монета 2010 года санкт-петербург давайте очень быстренько техническую информацию сталь покрытая никелем масса 3 грамма там толщина полтора миллиметра значит разновидностей у аверсов всего одна вот это разновидность аверса санкт-петербурга разновидности рейдерсов у нас известно три выявлено стандартизировано три разновидности это штемпель 3.21 3.22 и 3.23 самая обычная 3.23 нечастая 3.22 и редкая 3.21 значит вот эта одна у меня монета этот штемпель 3.22 у всех трех монет незначительные отличия едва видны только что до этого видео смотрел эти детали я использовал вот этот вот мини микроскоп он одевается на смартфон наверное многие из вас уже знают но я так повторюсь кто в первый раз смотрит этот обзор значит что я могу от себя сказать какое явно видимое отличие значит штемпель 3.22 отличается от остальных вот если приблизить вот этот вот ушко с хвостиком оно канта не касается еле еле хвостик видно его канта не касается это и есть 3.22 во втором случае 3.23 он касается и 3.21 тоже касается но различием между 3.21 и 3.23 можно найти по шрифту потому что слово рубль в 3.23 шрифт в слове рубль более жирный его видно даже по хвостикам буквы л хвостик буквы у внизу а 3.21 он более тонкий более мелкий такой то есть или там средний можно так сказать далее что я хочу сказать про гурт наверное брака поворота нету наверное их почти не было в браках поворотов здесь все ровно и будем дальше вот он гурт санкт-петербургский монетный двор 2010 год вот наш гурт все далее у нас на очереди 2010 год Москва вот здесь монет немного сейчас мы их выложим почему их заверну потому что здесь по группам по разновидностям всего здесь 8 монет в прошлых годах чеканили побольше я не знаю почему почему так мало немножко конечно сумбурно но известно две разновидности реверса и пять-шесть разновидности аверса они все эти разновидности незначительные то есть в принципе это все штемпель а а бывают там какие-то по монограмме монетного двора небольшие сдвиги это почти не разновидность я не считаю это особо я выловил штемпель 342 а три штуки и штемпель 3 и 3а пять монет то есть вот так это все даже если а один из них кто-то одна из них а два не важно это все один и тот же штемпель а значит основное разновидности реверс это когда вот эти два лепесточка значит чуть-чуть соприкасаются и примыкают к анту сразу на уровне канта они друг другом касаются это штемпель 342 а штемпель 3 и 3 это вот эти два лепесточка вот они видны они к анту примыкают и между ними небольшое расстояние то есть они не соприкасаются это и есть штемпель 33 то есть это основное видимое различие ну я считаю год скучный потому что нету особо редких тут нечего делать в поиске этих разновидностей давайте мы все их соединим и посмотрим гурт может быть кому-то покажется что гурты разные особенно вон в середине видны ну у гурта тоже бывают какие-то различия типы гуртов они бывают чуть-чуть разные 2010 Москва поехали дальше я хочу одним предложением сказать про 1 рубль 2011 года Санкт-Петербургский монетный двор сразу скажу наперед тираж не был утвержден поэтому искать ее не стоит ее в обороте нету то есть вот так эта монета является пробной известны на сегодня два экземпляра и один из них был продан на каком-то аукционе на одном из аукционов за 300 тысяч рублей в принципе это считается на черном рынке она ушла за эту цену никогда не видел подобные монеты в глаза теперь переходим к московскому монетному двору 1 рубль 2011 года я выловил здесь из полутора тысяч всего 23 монеты к моему сожалению здесь всего одна разновидность или к нашему с вами сожалению всего одна одна разновидность аверса и одна разновидность реверса и все это штемпель 3.42 вот штемпель наш 3.42 для 2011 года этот тираж я считаю средним можно гурт конечно посмотреть хотя такой год очень скучный я так скажу когда одна разновидность монет много ну как бы он почти весь одинаковый я гурты не собираю хотя чуть-чуть могут быть различия все это был 2011 год Москва 1 рубль я вкратце скажу о пробной монете 2012 года санкт-петербургского монетного двора 1 рубля в этом году на санкт-петербургском монетном дворе чекана не было но известно всего один вариант для меня лично он неизвестно в каком качестве либо это регулярный чекан либо это proof like хотя я думаю это штемпельная пара была изготовлена для обычного регулярного чекана то есть это монета пробная возможно у нее даже гладкий горд мы не знаем третьей стороны качество фотографии оставляет желать лучшего в обороте ее конечно же нет не стоит ее искать по любому она находится в частной коллекции я вот еще вкратце скажу что ни 2011 года ни 2012 года Санкт-Петербурга этой монеты в каталоге конрос нету то есть она не обозначена поэтому искать не нужно просто знайте что монеты 2011 года Питер и 2012 они пробные там буквально по одному два может экземпляра все продолжаем 2012 год московский монетный двор 1 рубль можно думаю не говорить что монета магнитная итак из полутора тысяч я выловил поймал нашел 47 монет а этот год считается многотиражным монета многотиражная в этом году в этом на этом монетном дворе значит что нам известно нам известен всего один вариант Аверса и про 2 варианта реверса 2 варианта реверсу попробуем сейчас кое-что рассказать вот один вариант аверса значит в чем отличие значит в чем отличие между штемпелем первым и вторым Значит, эти два штемпеля называются штемпель 3 и 3 и 3,42. Они оба регулярного чекана. Смотрим на этот реверс, на особенности. Значит, основное отличие, видимо, это вот эти два лепесточка слева, которые выходят из-под канта. Если они сливаются у канта, значит, это штемпель 3,42. Если они немножко отдалены друг от друга и сливаются при этом в кант, значит, это штемпель 3,3. У меня в руках штемпель 3,3. Всего из 47 монет мне попалось штемпеля 3,3 22 монеты и штемпеля 3,42 25 монет. Все, этот год считается скучным. Значит, так, основные характеристики. Это сталь, покрытая никелем. Масса 3 грамма, толщина 1,5 мм и так далее. Ну, если видите монету этого года, этого монетного двора кидайте, ее в оборот. В раков поворотов смотреть не буду. Быстро переходим к гуртам и дальше. Вот поближе. Гурт, который 2, 3, 4 изношенный, прям видно. Ну, скорее всего, я думаю, работали над показателями. Пытались много-много начеканить монет в этом году. Это монетный двор. Поэтому, качество плохое, видно сразу. Ну, и у нас на очереди 2013 год. Санкт-Петербургский монетный двор. Всего... Всего 2 монеты. Из полутора тысяч я выловил. Монета считается относительно нечастой. Если присмотреться к качеству монет, то оно мне, в принципе, даже очень нравится. Мне качество Санкт-Петербургского монетного двора лучше, больше нравится, чем Московского монетного двора. Это, в принципе, сейчас можно увидеть. Сейчас вам покажу разницу. Санкт-Петербургский монетный двор, качество. И слева исполнение Московского монетного двора. Теперь Аверс быстренько сравним. Слева Москва, справа Санкт-Петербург. Может быть, мне одному нравится качественное исполнение Санкт-Петербургского монетного двора. Но, во всяком случае, тут видно даже более-более ровное. Ну, ладно, это так, рассуждение вслух. Что бы я хотел сказать, у этой монеты всего одна разновидность. Это штемпель 3.21. Была одна штемпельная пара. Это сохран где-то XF в среднем. XF+, может быть. Ну, вот даже разница. 2013 год 3 рубля стоит. Москва. И Санкт-Петербург тоже 3 рубля. Хотя у них тиражи абсолютно разные. Абсолютно. Ну, это так. Это прошлогодний каталог Конроз. Год не является скучной. Я бы откладывал. Я бы вам советовал его откладывать. Техническая характеристика. Быстренько я вам прогоню. Это сталь, покрытая никелем. Очень близко посмотрим год и пойдем дальше. 1 рубль. Санкт-Петербург. 2013 год. Далее у нас на очереди 2013 год. Московский монетный двор. Так вот. В принципе, и тираж уже большой. Итак. Я выловил 82 монеты из полутора тысяч. Это много. Тираж уже был большой. Хотя и качество не везде хорошее. Но есть нормальное качество. И у нее одна разновидность всего. Это штемпель 3.3. Вот вариант исполнения аверса. И вот вариант исполнения реверса. 3.3 штемпель. Что бы я сказал еще. 2013 год особо ничем не отличался. Кризис уже давно прошел. То есть, я думаю, страна уже начала увеличивать свой ВВП и так далее. Если увидите в обороте этот год, кидайте его обратно. Если он после попадется в кошельке или на сдачу в маршрутке, кидайте обратно в оборот. Она интересно не представляет. Разного качества, еще и плохие. Плохого гурчения, изношенное, какие хочешь. Может, и типы у них разные. Слушай, первый гурт слева и второй, они очень разные. Да, скорее всего, у гурта есть тоже разновидность. Так, друзья, потихонечку переходим к интересному году. Этот год был интересен многим. 2014-й Московский двор. Так, вот что я сделаю сейчас. Это непонятно мне что. Так, секунду. Это у нас, по-моему, знак рубля монет. Перед нами 2014-й год. Из полутора тысяч я здесь поймал, не знаю, выловил 146 монет. В принципе, этот год считается многотиражным. В плане разновидности он не очень интересен. Чем был примечателен этот год? В этом году, в 2014-м, были зимние Олимпийские игры в нашей стране. Также чеканились много памятных монет, связанных с Олимпийскими играми. Чеканились монеты со знаком рубля. Вот он. Но о нем попозже. О нем мы поговорим попозже чуть-чуть. Давайте сейчас переберем, посмотрим. Нам из... О, какой интересный брак, что ли. Сверху, слева, да. Такой брак. Что касается разновидностей. Одна разновидность реверса. Вот она одна. И две разновидности аверса. Теперь разновидность аверса. Нам известно штемпель 3.3А и 3.3Б. Основная разница незначительная. Это когда надписи, вот этот 1 рубль, они... Вот эти надписи, 1 рубль, они либо приближены к анту, либо отдалены. У штемпеля А они отдалены, а у штемпеля Б они приближены к анту. Технические характеристики. Они повторяются с года в год. Это сталь покрытая никелем. Она монета очень легкая. Весит 3 грамма и так далее, и так далее. Посмотрим, что у нас здесь есть. Я какие-то браки здесь видел. Скорость. Вот, поле монеты размазано. Сразу видно плохое качество. Ну, большой тираж, когда был линия по чеканке монет на больших скоростях шла, скорее всего, так. Однако, еще скажу одну вещь. Этот год был очень богат на браки, на мулы, на разного рода заказухи, скажем так. Есть рубль, якобы ошибка металла на пиметаллической основе. Когда металл меняется, либо латунная вставка, либо на никелевая вставка. Я бы хотел остановиться подробнее. А давайте гурт посмотрим. Мы перейдем к знаку рубля. Третий почти лысый, первый частично лысый. Ну, качество гурчения плохое. Дальше большой тираж. Ладно, дальше. Мы в тот год, когда были Олимпийские игры, вот эти монеты, которые мне попались, три штуки. Здесь кант широкий. Все три монеты с широким кантом, потому что есть разновидность с узким кантом. Она чуть пореже, как оказалось. Я просто раньше думал наоборот. Что бы я хотел сказать по этим монетам? В принципе, они в обороте есть. То есть, каждый год я нахожу, перебирая мешок на полторы тысячи, я нахожу одну-две монеты. Всегда. То есть, они попадаются. Я бы не сказал, что они сильно редкие. Да. У них какая-то особенность есть. Они в обороте. Тираж у них большой, 100 миллионов. Но, тем не менее, они изымаются нумизматами, они изымаются иностранцами, эти рубли. И я еще заметил такую вещь, что с каждым годом оптовая цена растет на них на 1 рубль. Сейчас она в пределах 6-7 рублей. В прошлом году она стоила 6 рублей, позапрошлом 5 рублей. Еще года 2-3 подряд она стоила 4 рубля. Оптовая цена. Да, то есть, иностранцы охотно берут. Иностранцы берут охотно. Поэтому, вот, 3 штуки на полторы тысячи перебранных монет в мешке. Я их кину в оборот. Хотите, ищите. Так, далее у нас на очередь 2015 год, Московский монетный двор. Ну и только, Питерского не было. Из полутора тысяч здесь я выловил 36 монет. Так, ну-ка на качество посмотрим. Вообще какое-то плохое. О, тут непрочеканчик небольшой. Слабый удар видно. Да, легкий непрочекан я увидел. Хотя, может, перешлифовка. Нет, скорее всего, тут непрочекан. Потому что с этой стороны тоже непрочекан. Вот так, если на свет. 2015 год, что бы я хотел сказать. Этот год был по всем показателям кризисный. На российско-украинской границе вспыхнули выраженные столкновения, связанные с Крымом. Значит, мировые санкции повлияли. Цены на нефть снизились. Сильно подскочил доллар в цене. Я помню эти годы. Для нумизматов этот год был последний. Ну, для одного рубля. Последний со старым гербом. Вот это старый герб еще. В следующем году пойдет чеканка с новым гербом. И что еще сказать. Этот год был небогат на разновидности. Разновидности три. И я помню, что эта монета появилась во втором полугодии. Да, во второй половине года. И где-то, может быть, это был октябрь-ноябрь. По-моему, так. Сначала нашли две разновидности, а потом третью. Сейчас найду более-менее качество. Разновидность реверса всего одна. А вот разновидности аверсов три. А, Б и В. Здесь вся разница только в расположении монограммы монетного двора. В те годы было еще непонятно, какая из них редкая или нечастая. Сейчас уже прошло несколько лет. Грубо говоря, 4 года. Уже более. Обращение монет стало более равномерным. И уже можно сказать, что вот такие следующие пропорции. Я специально перебрал. Штемпели 3.3А 12 монет. 3.3Б 17. И 3.3В 7 монет. Вот такая статистика. Давайте сейчас посмотрим, пока я без перчаток. Я их специально снял. Посмотрим брак и поворот. Так, вроде бы все перебрали. Брака поворотов нету. Давайте посмотрим быстренько. Гурты. Гурты, гурты, гурты. Так, приближаем. 2015 года. Все разного качества. Такие хорошие, плохие. Нет, это через раз попадаются. Все, я думаю, можно перейти к 2016 году. Мне придется коснуться 1 рубля 2016 года Санкт-Петербургского монетного двора. Потому что известна монета, данная в пяти экземплярах. Она пробная. То есть, был пробный тираж. Были изготовлены штемпельные пары. Центробанк не заказывал чеканку этих монет. Поэтому, в обороте, их, конечно, не стоит искать. Но, как пробная партия, она известна. Известно также, что эта монета была изготовлена на немножко нестандартной заготовке. Так как просочилась информация, что у нее вес 366 грамма и диаметр 20 миллиметров и 3. Будем считать, значит, эти пробные образцы. Немножко видно на фото, что были изготовлены штемпелями для регулярного чекана. Даже на пробной штемпельной паре есть уже этот новый герб. Еще известно, что из пяти монет было продано на каких-то закрытых аукционах, вероятно, 4 монеты. Каждая из них оценивалась в 300 тысяч рублей. Вопрос, значит, споры еще ведутся. Возможно, мы где-нибудь, когда-нибудь на проходах увидим одну из этих монет. Ну и монета особенная, еще раз говорю, 5 экземпляров известно. В обороте не ищите это. Я даже в глаза не видел ее. Ладно, мы дальше переходим. И мы переходим к 2016 году. Московский монетный двор. Обратите внимание, как их много. Да, этот год был интересен. В принципе. Да. В чем, в чем, что я хочу сказать. Сейчас включим свет. Итак, давайте к цифрам сначала. Здесь из полутора тысяч было выловлено 137 монет. Хренового качества есть монета. Есть хорошего качества. Вот сейчас мы посмотрим на такой брак. Видать, тираж был настолько большой, что... Тоже видно, какое у нас... Вот видно качество не очень реверса. На больших скоростях велась чеканка. Поэтому так себе. Что это у нас интересное? А, это брак интересный, да. Я хотел вот этими плоскогубцами проверить. Вот очень интересный брак. Называется отслоение блокировки. Сейчас мы его отслоим дополнительно. Сейчас мы его разденем, посмотрим. Оно еще не берется. Ты смотри, собака не слушается. Оно еще и рвется. Да. Так, порвал, порвал. Ну, монета магнита, можно не сомневаться. Вот так выглядит наша ржавая монета 16-го года. А здесь тоже отваливается. Ладно, мы не будем сильно тут колупаться. Это выбросим. Начал перебирать 10-20 монет. Я увидел, что здесь незначительные отклонения. Ну, основная разновидность. Это монограмма. Это монограмма вот этого московского монетного двора. Монограмма. Я начал перебирать. Я уже бросил это пустое дело. И в основном штемпель 3-3А попалась из этой кучи 40%. А штемпель 3-3Б 60%. В принципе, все. Много чего было. Давайте сейчас быстро. Браки по ВВТ я смотреть не буду. Сейчас я посмотрю гурт. И мы побежим дальше. В принципе, год скучный. Тем, что мало разновидностей. А так, новый герб. Приятно смотреть. Гурты еще более-менее. Вот они, 16-го года гурты наши. 1 рубль. Думаю, вопросов не возникнет. Так, следующий у нас на очереди 2017 год. Московский монетный двор. Конечно, Москва. О-о-о. Это да, кучку навалял. Я вас огорчу, друзья. Это очень скучный год. Из 1500 здесь выловлено 205 монет. Это очень много. Потому что 205 монет это означает 15% всех рублей в обороте. Ну, давайте технические характеристики быстро. Значит, осталь по контроникелям. Вес 3 грамма. Бла-бла-бла. И так далее. Аверс посмотрим. Аверс посмотрим. Монета многотиражная. Прям видно. Есть хорошее качество. Есть плохого. Резко плохого. Это значит, что... Ух ты! Отслоение блокировки. Здесь видно. Отслоение блокировки. Давайте я его переверну. Вот, посмотрим на качество. Вот, что значит чеканка на больших скоростях. Сам дизайн герба мне нравится. Сам дизайн герба мне нравится. Ну, так более-менее. Я вас расстрою. Здесь всего разновидно штемпеля одна. Это штемпель 3.3. И все. Для меня... Для меня это металлолом. Просто металлолом. То есть, 1 рубль это самый массовый номинал сейчас 1 рубль. Часто встречающийся. Раньше было 10 копеек. Сейчас 1 рубль. Давайте. Брак Поворот смотреть не буду. Сейчас быстро гурт посмотрим. По-любому плохого качества. Ну, качество местами я оставляю сделать лучшего. Местами нормальное. Годное. Друзья, еще мы продолжаем. Еще один, ну так, скучный год. 2018-й Московский монетный двор. Питер не чеканил. Вот. Мы видим здесь их много. Много-много-много. Полутора тысяч. Я выловил 140 монет. Да, это много. Тираж массовый. И сегодня, в принципе, рубль считается самым часто встречающийся номинал. Раньше было 10 копеек. Уже 10 копеек не чеканят. По поводу качества. Ну, встречается нормального качества. Встречается плохого качества. Сейчас посмотрим. Если честно, герб мне, в принципе, нравится. Неплохо сделан сам дизайн. Ну, в принципе, в мешковом состоянии можно много встретить. Попадается достаточно много. Значит, по поводу разновидности. Известно нам. Одна разновидность аверса и два разновидности реверса. Это штемпель 3.3 и штемпель 3.42. Я перебрал, может быть, два с монет. Я понял, что, в принципе, они попадаются одинаково. Что тот штемпель, что тот. Поэтому я сделал так. 50% того, 50% другого. Брак и повороты не буду смотреть. Наверное, есть. Ну, гурты, гурты. Мы один раз делаем вот так. Вот мы один раз с вот этой камеры опишем характеристики. Так, это сталь, покрытая никелем. Масса 3 грамма и так далее, и так далее. Толщина. Толщина у нас 1,5 миллиметра. Давайте посмотрим гурт и перейдем к нашему последнему году. Ребята, напоминаю, навигация по всему видео в описании. Там все года есть, вся погодовка. На большой скорости летела вот так криво и нарезала гурт. Вот все. Так, это был 2018 год. Рубль, Москва. Так, друзья, мы завершаем этот обзор последним 2019 годом. Московский монетный двор, наш рубль. Вот. Значит так. Из полутора тысяч монет я выловил 96 здесь. Да, монет много. Перчатки я снял, так надо. Хочу кое-что разъяснить вам. Есть монеты достаточно хорошего качества. Сейчас приблизим. Вот, неплохое качество, даже мне нравится. Более-менее четкий чекан, аккуратно. Значит, эта монета появилась, насколько я помню, во второй половине 2019 года. Во втором полугодии. Сначала появилось две разновидности, а потом появилась и третья. То есть, всего три разновидности Аверса. Вот. Одна разновидность Реверса. Кстати, технические характеристики. Это тоже сталь, покрытая никелем. Как и в предыдущей. То есть, повторяется все. Масса три грамма и так далее, и так далее. Естественно. Реверс и, естественно, Аверс. Значит, разновидности Аверсов известно три. В основном, основное отличие это монограмма монетного двора. Сейчас мы будем ее... Сейчас я вам объясню. Я выловил здесь из 96 монет. Штемпель 342А 88 монет. Штемпель 342Б всего 8 монет. Чуть-чуть поменьше. И 342В 0 монет. То есть, регион Москва. Но это ничего не значит. Это сырая еще статистика. Сейчас мы воспользуемся нашим мини-микроскопом. Нам нужно сделать следующую вещь. Вот так. Что делаю я? Вот. Друзья, еще раз смотрим этот обзор. Как я использую этот мини-микроскоп. Я со смартфона вот подвожу. У меня сейчас в руках штемпель 342А. То есть, это монограмма монетного двора. Она немножко приподнята. То есть, максимально. И вот этот хвостик, хвостик буквы М, он почти касается вот этой буквы М. Нижнего хвостика. Штемпель Б. Вот. Я их отобрал 8 монет. Его отличие вот такое. Вот они отобраны. Монограмма монетного двора приспущена. И вот этот хвостик, он вообще даже не приближен. К вот этой буквой М. То есть, здесь есть большое расстояние. Это видно сразу. Монограмма приспущена. Штемпеля В я здесь не нашел. Но штемпель В, он... Монограмма монетного двора сильно приподнята. Она буквально приближена к лапе орла. В принципе, она может быть редкой. Может быть. Давайте я посмотрим... Давайте зайдем в интернет. Я уже заранее посмотрел. Сделан скриншот. Обратите внимание. Сейчас. 1 рубль 2019 года. Московская монета на двора. Штемпель. 342В. Стоит 400 и даже выше. 500 рублей. Эта монета продается в городе Комсомольск на Амуре. То есть, это очень далеко. Скорее всего, туда был увезен мешок с этой разновидностью. Посмотрим. Еще должно пройти 2-3 года, 4. И более, значит, обращение станет более равномерным. По поводу... Давайте это отложим. Посмотрим, наверное... Посмотрим немножко барак-поворот. Так, смотрим. 10 штук посмотрели, нету. Тогда давайте гурты посмотрим на их качество. Гур 2019 год. Московский монетный двор. На момент съемки этого видео наступил 2020 год. И сейчас мы переживаем эпидемию коронавируса. Мировая экономика вошла в стадию кризиса. И, возможно, это косвенно скажется на нумизматике. И только в 2000, наверное, в 2021 году мы увидим изменения тиражей. А теперь, как я обещал, мы переходим к таблице со всей погодовкой и с моим комментарием. Сейчас будет вам представлено две таблицы. Сперва первая. Мне бы хотелось отсортировать здесь монеты по возрастанию их встречаемости. Для простоты восприятия в таблице не учитывается разновидности, такие как широкий КАН 97-98 года, а также наборные монеты 2002-го. И даже 2003-го. Она теоретически тоже наборная, не учитываю, потому что в обороте невозможно найти. Теперь о самой статистике встречаемости. Монеты, которые выделены красным цветом, они почти не встречаются в обороте. Или не встречаются вообще. Их стоит откладывать хотя бы потому, что у них есть разновидности. И здесь можно заработать. Далее, светло-зеленым я выделил те монеты, которые систематически уменьшаются. То есть, они изымаются в обороте, либо исчезают. Больше цифр увидите во второй таблице попозже. Переместимся в конец. Обратите внимание на последние года. Монет, которые были выпущены последние 5 лет, больше всего. Монеты последних 5 лет, их обращаемость в сумме составляет 48%. И это монеты стальные, покрыты никельным. Ну и охотно поделюсь с вами данными со второй таблицы. Здесь годы идут по порядку. Каждый год, 16, 17, 19, мешок перебирался на полторы тысячи монет. По колонкам видно того, либо иного года. И последняя колонка – это цена в рублях в каталоге «Конрос». Какой бы комментарий ставил бы я? Ну вот, 2010 год, Санкт-Петербург. Цена 120 рублей. В принципе, немножко дорого. Можно купить дешевле, она чуть-чуть завышена. Рубль 2013 года, Санкт-Петербург. 3 рубля стоит. А московского монетного двора при больших тиражах тоже стоит 3 рубля. Здесь точная диспропорция в цене. Еще я бы хотел остановиться на подробном монете со знаком рубля. И, исходя из моей практики, я каждый год находил, как вы видите, в мешке 2 или 3 монеты. То есть, они в обороте есть. Так, чтобы критично их отбирать, кто-то думает, что они редкие. Помните о тираже? Тираж был 100 миллионов экземпляров. Даже если приезжают иностранцы и взимают эту монету, как более такую интересную, все равно они в обороте остаются. Единственное, стоит ее отбирать ради того, что у нее есть разновидность с узким кантом. Она, как бы, ну, редкая немножко. И еще я заметил, у этой монеты со знаком рубля оптовая цена с каждым годом растет на 1 рубль. То есть, когда-то стоила 5-6 рублей, да, оптовая цена. Потом следующий год 7 рублей. Сейчас нужно купить по 8 рублей эти монеты, но мелким оптом. В принципе, остальная информация на ваше усмотрение. Делайте скриншоты, распечатывайте. Эта информация общая. Спасибо тебе за подписку, за лайки, за комментарии. Я с вами со всеми прощаюсь. Пока.